От мальчика, который застрял в автомате с игрушками, до заключенного, совершившего крайне неудачный побег. На свете существует масса мест, в которых можно застрять – лифт, дверной проем, узкая пещера и так далее. Но застрять можно и в других, более необычных и странных местах, что нередко становится курьезом. С вами Смарт Пицца, и сегодня мы покажем вам самые необычные места, в которых застревали люди. Мальчик застрял в автомате с игрушками Вы еще помните такие автоматы-хватайки, в которых нужно было достать игрушку с помощью щипцов? Думаю, многие из вас хотя бы раз пробовали свои силы в таком автомате. Если среди вас такие есть, то вы точно помните, как было сложно подхватить игрушку и донести ее до цели. У многих людей не получалось достать игрушку, и среди таких людей был и Мэйсон – четырехлетний мальчик из Флориды. Несколько лет назад Мэйсон играл в этот автомат, однако у него никак не получалось подцепить понравившуюся игрушку щипцами. В конечном счете, парня это разозлило, и он решил полезть в автомат через отверстие для выдачи призов, чтобы самостоятельно достать игрушку. Отчаянная авантюра вышла боком, Мэйсон не смог выбраться наружу и застрял в автомате в окружении плюшевого царства. Плачущего ребенка заметили прохожие, которые позвали на помощь спасателей. Пока те разбирались с автоматом, зеваки снимали бедолагу на видео и делали снимки застрявшего мальчугана. К счастью, Мэйсон просидел в окружении игрушек недолго. Спустя пять минут спасатели его вызвовали. Стоит отметить, что желанную игрушку, ради которой все затевалось, Мэйсон все же получил. Что ж, хоть он и набезобразничал, но игрушку однозначно заслужил. Заключенный застрял в дыре Следующий герой этого выпуска решил повторить подвиг Энди Дюфрейна и сбежать из исправительного учреждения. Правда, в отличие от героя повести Стивена Кинга и фильма Фрэнка Дарабонта, у него ничего не вышло. Инцидент произошел в 2012 году в бразильском штате Гояс. Заключенный по имени Рафаэль Вальдао попытался сбежать из тюрьмы, протиснувшись в небольшую дыру, которую пробили его сообщники. Однако оказалось, что он был слишком упитанным и поэтому застрял на половине пути. Передняя часть туловища преступника успешно пролезла сквозь небольшое отверстие, но объемистая Телли не позволила ему продвинуться вперед ни на один миллиметр. Отчаянные крики Вальдао привлекли внимание охраны. Пораженные сотрудники тюрьмы принялись вытягивать неудачливого беглеца за руки, в то время как его сокамерники пытались протолкнуть его вперед за торчащие с другой стороны ноги. Это не помогло. Вальдао застрял словно Винни-Пух в норе кролика. В итоге на помощь осужденному пришла пожарная бригада, которая расширила дыру и, наконец, освободила Вальдао. Во время побега заключенный получил несколько травм, в частности, сломал ребро. После медицинского осмотра и оказания помощи неудачливого беглеца вернули в камеру. Примечательно, что в тот же вечер на воле удалось сбежать четырем товарищам Вальдао. По всей видимости, они удачно воспользовались шумихой, пока Рафаэля доставали пожарные. Мужчина застрял в игрушечной машине Люди нередко творят под алкоголем очень странные вещи. Кто-то начинает безумствовать, кто-то отправляется спать в ванну, а кто-то пытается вернуться в детство. К категории последних можно отнести следующего героя этого выпуска. В феврале 2016 года он отдыхал в компании своих друзей. По всей видимости, парень немного перебрал, из-за чего ему в голову пришла гениальная мысль. Залезть в игрушечную машину, предназначенную для детей. Залезть-то парень смог, правда, по очевидным причинам не полностью, а вот самостоятельно вылезти у него не получилось. Увидев этот фейл, друзья стали смеяться над парнем и снимать его на телефон. Парень, осознавая абсурдность ситуации даже в пьяном состоянии, смеялся вместе с остальными. Друзья пытались помочь парню разными способами, но ни один из них не оказался действенным. Видео, которое стало вирусным в узких кругах, заканчивается тем, что парня просто положили на бок вместе с машиной, из которой он, кстати, так и не выбрался. Интересно, когда он вообще оттуда вылез? Через несколько минут после окончания записи видео или он так и пробыл в машинке до самого утра? Напишите свои предположения в комменты, а мы продолжаем. Впереди вас ждут еще более курьезные и нелепые и странные случаи, когда люди застревали в необычных местах. Оставайтесь с нами до конца, и вы увидите, как мэр Лондона застрял в аттракционе, узнайте историю девушки, застрявшей в дымоходе, а также поймете, почему кокосовое масло может быть опасным для жизни. Будет интересно. Мэр Лондона застрял на канатной дороге А конфузиться в целом не очень-то приятно, но еще неприятнее, когда ты опростоволосился, будучи известным и влиятельным человеком. Именно это случилось с Борисом Джонсоном, бывшим мэром Лондона и нынешним премьер-министром Великобритании. В августе 2012 года, во время проведения летних Олимпийских игр в Лондоне, тогдашний мэр столицы Борис Джонсон застрял на канатной дороге в рамке Олимпийского мероприятия. Аттракцион, на котором решил проехаться мэр, сломался ровно в тот момент, когда на нем был Джонсон. Механизм заклинило, и в результате мэр застрял посреди канатной дороги на высоте 20 метров над головами смеющихся и удивленных граждан. Влиятельный мэр Лондона в деловом костюме, каске и с флажками Великобритании, висящей на сломанной канатной дороге. Ситуация очень комичная. В итоге Джонсон провисел в таком положении около пяти минут, пока ему не помогли. Стоит отметить, что мэр воспринял ситуацию с чувством юмора и никак не разозлился. Напротив, вися в воздухе, он шутил и не всерьез просил у стоящих снизу людей кинуть ему веревку. А после того, как Джонсона сняли, его пресс-служба разрядила ситуацию еще сильнее, выпустив ироничное сообщение с текстом. Вероятно, судьи снизят ему оценку за артистизм. Примечательно, что никто так и не понял, что случилось с механизмом, потому что вскоре он заработал, и после мэра сотни лондонцев и туристов прокатились на прославившемся аттракционе. Женщина застряла в дымоходе Как вы знаете, дымоход используется в качестве входа исключительно Санта-Клаусом, который доставляет подарки детям. Санта-Клаус – уникальный персонаж, поэтому он может успешно протискиваться в любые дымоходы и потом также успешно выходить из них. К сожалению, одна женщина не уяснила тот факт, что такой трюк может проворачивать только Санта, поэтому застряла в дымоходе, что стало курьезом. Инцидент произошел в октябре 2014 года в Калифорнии. Утром в полицию города Таузенд Окс поступили звонки от местных жителей, которые сообщили, что слышит плач, доносящийся из дымохода. Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка выяснили, что в трубе находится женщина – 30-летняя Дженовьева Нуньес Фигероа. Плачущая женщина рассказала, что намертво застряла в трубе и не может даже пошевелиться. Полицейским ничего не оставалось, кроме как вызвать на помощь пожарных. Сотрудники аварийной службы были вынуждены разобрать дымоход по кирпичику, а затем впрыснуть в трубу мыльную смесь, чтобы облегчить процесс извлечения женщины. Вскоре из дымохода показались руки, а затем и вся Дженовьева, покрытая сажей. Зачем же она вообще полезла в дымоход? Как оказалось, во всем виновата любовь. До инцидента Дженовьева переписывалась по интернету с парнем по имени Лоуренс. В какой-то момент у них завязались реальные отношения, однако вскоре Лоуренс сообщил, что хочет расстаться. Разъяренная таким заявлением Дженовьева решила преследовать бывшего ухажера и следить за ним. Именно по этой причине она очутилась в дымоходе. Как вы понимаете, дело происходило в доме Лоуренса. Мужчина застрял в бетономешалке Одна из последних вещей, которую вы хотите испытать на себе, это застрять в бетономешалке. В лучшем случае вы просто не сможете пошевелиться, а в худшем и вовсе распрощаетесь с жизнью. Застрять в бетономешалке – это ужасно, и этот кошмар стал явью для одного человека в июле 2018 года. Инцидент произошел в области залива Сан-Франциско. Один мужчина заснул в бетономешалке и застрял в ней. В итоге его пришлось спасать с помощью команды пожарных. Сообщается, что мужчина залез в бетономешалку, будучи очень пьяным. Надо сказать, ему очень повезло. Цемент затвердел лишь по пояс, поэтому мужчина остался в живых. Вскоре его спасли, и все обошлось хорошо. Американка застряла в ванной Никогда не знаешь, где тебя может поджидать опасность. Некоторые люди думают, что дом – это самое безопасное место на Земле, однако даже в уютной домашней обстановке можно стать жертвой несчастного или нелепого случая. Несколько лет назад одна американка доказала это на своем примере. Женщина почувствовала недомогание и осталась дома. Она приняла лекарство и решила набрать расслабляющую ванну. Американка зажгла свечи и добавила в воду кокосовое масло. Масла оказалось слишком много, поэтому женщина решила спустить всю воду, чтобы набрать ванну заново. Когда вся вода утекла, американка поняла, что не может выбраться из ванны. Масла оказалось так много, что им была покрыта вся ванна. В итоге и ванна, и женщина стали очень скользкими. По этой причине американка не могла ни за что ухватиться, и по ее словам просто крутилась в ванне, как картошка на сковороде. К счастью, у застрявшей в ванне девушки был смартфон. Она сделала фотографию и отправила ее на сервис имейджер, объяснив свою ситуацию и попросив помощи у юзеров. Те откликнулись быстро. Один из пользователей предложил женщине набрать ванну снова и помыться с мылом. Американка так и поступила, и спустя 30 минут ей наконец удалось вылезти. С одной стороны, это нелепая и забавная история, но это только потому, что у нее хороший конец. Только представьте, что было бы, если бы женщина не взяла с собой телефон или не додумалась набрать ванну заново. Неизвестно, сколько бы она просидела в ванне в этом случае. Женщина застряла на унитазе И напоследок приготовьтесь, так как сейчас вы услышите одну из самых сумасшедших историй, которую только можно представить. Героиня истории – женщина по имени Пэм Бэбкок. Она прославилась за счет того, что сидела на унитазе целых два года. Не может быть. В это сложно поверить, однако это действительно так. В 2006 году она пошла в ванную комнату своего парня Кори Макфарена, села на унитаз и не вставала с него последующие два года. Она не выходила оттуда, потому что считала это помещение единственным безопасным местом в мире. Макфарен носил ей еду и регулярно предлагал выйти наружу, однако Бэбкок каждый раз обещала подумать об этом завтра. Это продолжалось два года, и, наконец, Макфарен сообщил об этой ситуации властям. Осмотревшие Бэбкок медики предположили, что женщина не вставала с унитаза примерно месяц, однако все оказалось куда хуже. Из-за двухлетнего сидения Пэм в буквальном смысле приросла к унитазу. У нее атрофировались мышцы и нервы из-за постоянного давления и инфекций. Ее госпитализировали и рассоединили с унитазом, однако Пэм стала инвалидом. Макфарен уже предъявили обвинение в плохом обращении с зависящим от него взрослым человеком. Власти обвинили его в том, что он слишком долго тянул и сообщил о странном случае лишь спустя два года. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу вот определенно последнего пункта в нашем видео. Спасибо вам большое за просмотр.